Хоккейный клуб Саров Однако затем в матче с Лысковским «Торпедо» наши игроки потерпели досадное поражение. После неудачи Саров решил пересмотреть тактику, и изменение стратегии принесло результат. В игре с «Княгининой» саровчане завладели преимуществом. К середине второго периода счет был уже 5-0 в пользу нашей команды. Правда, затем саровчане немного снизили темп, и победить в сухую не удалось. Игроки «Княгинина» смогли немного отыграться. Хорошая команда, молодежь, у них свои воспитанники, у них три легионера с нижнего, остальные все свои, княгининские. Молодая команда. Я думаю, что мы в том году в сезоне проигрывали дома у них. То есть достаточно хороший коллектив. Начало сезона, посмотрим. Прошедшая игра была своеобразным дебютом нового саровского вратаря. Вместе с Дмитрием Безруковым наши ворота защищал Артем Кельин. В прошлом году он закончил хоккейную школу. За плечами молодого человека пока мало практики, но много сил и игрового задора. Немножко его подколачивал, конечно, но в принципе в целом ничего были моменты, где хороший момент подтащил. Посмотрим. Работа над ошибками всегда проводится после игры. Видно будет. Следующую игру саровчане проведут на выезде. В Кстово они встретятся с принципиальным соперником. А 3 декабря наши хоккеисты приглашают болельщиков на домашний матч с Павлова. Начало в 13 часов для лиц старше 12 лет. На базе станции юных техников прошел муниципальный этап инженерного форума «Росатома» «Техновиват». Школьники продемонстрировали свои изобретения в трех номинациях – аэромобили, модель самолета и модель катамарана. Особенное внимание жюри на муниципальном этапе инженерного форума «Техновиват» «Школа Росатома» привлек в проект «Экомарин» ребят из 15-го лицея. Юные инженеры создали платформу для города будущего на плаву. Идея разработки в том, чтобы найти экологичные и безопасные способы получения электроэнергии. Проект школьников состоит из двух моделей – самой платформы и катера с солнечной панелью. Это макет-катер, на котором будет находиться солнечная панель. Он будет плавать вокруг города и питать город от солнечной энергии. Также он может быть резервным окроплённым для ключеразвычайных ситуаций на платформе, либо же для перевозки провизий и прочих на город. Команда из 10-й школы сделала резиномоторную модель самолета. Корпус модели смастерили из древесины, пропеллер из пластмассы, акрылья из пенопласта, чтобы самолет был лёгким и хорошо летал. Ребята очень тщательно подбирали детали, вплоть до клея. Очень важно его правильно запустить. Это же планер, он должен планировать с резиномотором. То есть его надо поднять как можно выше и запустить на определённое количество оборотов. С настроем всё хорошо. Думаем, что всё получится. Чтобы успешно подготовиться к муниципальному этапу, для участников форума, школа «Росатом» организовала мастер-классы и консультации в онлайн-формате. По направлению инженерное конструирование ребята представили свои разработки по трём номинациям. Аэромобили, модель самолёта и модель катамарана. Представители команды здесь, три команды, представители двух, два человека в команде, которые будут здесь демонстрировать свои искусства. Модели они сделали, сегодня посмотрим, как они будут. Теперь саровчанам предстоит продемонстрировать свои изобретения на всероссийском этапе инженерного форума «Техновиват». Студент СРФТИ представил проект на научно-техническом форуме обучающихся «Инженеры будущего. От идей до воплощения», который прошёл в городе Снежинский Челябинской области. Работа саровчанина была посвящена разработке бюджетных приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Это тепловой анимометр АТ-01. Он показывает три значения – температуру воздуха, скорость воздушного потока и объём воздушного потока. На научно-техническом форуме «Инженеры будущего» студент Саровского полистехнического техникума Андрей Киликов представил проект «Разработка бюджетных приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха». Юноша создал два прибора – тепловой анимометр и индикатор качества воздуха. Преимущество изобретения Андрея в том, что таблица значений и цветовой индикации уже находятся на самих приборах, поэтому они максимально просты в использовании. Это два прибора, которые могут помочь монтажнику систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Один прибор может измерять скорость и объём воздушного потока, ну и также температуру. А второй может улавливать из воздуха СО2 и ТВОЦ и определять их количество. Проект «Саровчанина» получил высокую оценку членов экспертного совета научно-технического форума обучающихся «Инженеры будущего. От идеи до воплощения», который прошёл в городе Снежинске. По итогам стендовой защиты работ научной и инженерной выставки молодых исследователей Андрея Киликова наградили дипломом первой степени. Также в рамках форума прошли мастер-классы и конкурсные соревнования по судомоделированию, робототехнике. В номинации «Судомоделирование» студент политеха занял третье место. Впечатление просто прекрасное, город очень добрый, мне очень понравилась эта поездка. Сам форум тоже прошёл отлично, я увидел много проектов, я узнал много нового. Мне посоветовали, как в принципе можно улучшить данные приборы. Я рад, что съездил. На инженерный форум преподаватель политеха Игорь Столяров привозит своих студентов на протяжении 10 лет. По его мнению, площадка форума отличается чуткостью и вниманием каждому участнику. Игорь Васильевич, научный руководитель Андрея Киликова, получил благодарность за долголетнюю и плодотворную работу. Каждый участник не остался без оценки авторитетного жюри. Каждый член жюри подошёл к каждому участнику, оценил его работу, оставил свой отзыв и пожелания с каждым участником. Вот это всё, оно заставляет и нас, как говорится, побуждает нас, чтобы мы приезжали на эту конференцию снова и снова. До этого проект «Саровчанина» не раз становился победителем и в других инженерных конкурсах. Предприятие ВНЕФ тоже отметило изобретение студента. В рекомендательном письме специалисты подтвердили, что приборы полностью готовы. Их могут использовать в своей работе монтажники, систем вентиляции и кондиционирования воздуха. В спортивном комплексе «Юниор» прошёл муниципальный этап городского спортивного фестиваля детских садов «Малышада». За первое место соревновались команды четырёх детских садов. Ребятам предстояло пробежать пять весёлых эстафет. Разложи и собери, чехарда, переправа, эстафеты с мячом и запасными игроками. Утренняя зарядка, разминка перед бегом, наставление воспитателей, поддержка болельщиков. Так начался городской спортивный фестиваль детских садов «Малышада». В финале на муниципальном этапе в спортивном комплексе «Юниор» встретились четыре детских сада. Отборочный тур проходил внутри учреждений. В итоге на городской уровень вышли самые сильные команды. Изначально было двадцать детских садов, и из двадцати вышло пять. Но один сад сегодня не смог присутствовать, поэтому было четыре детских сада в финале. В качестве жюри фестиваля выступили инструкторы по физической культуре детских садов. Ребята пробежали несколько весёлых эстафет. Разложи и собери, чехарда, переправа, эстафеты с мячом, комбинированные и эстафеты с запасными. На последнем испытании основные участники горячо болели за своих напарников и громко поддерживали их. Запасные у нас присутствуют на всякий случай, всякое бывает на соревнованиях. Это соревнования. Если какая-то травма, то ребёнок заменяется запасным. Но чтобы им было тоже интересно, и они также поучаствовали в соревнованиях, в конце соревнований проводятся соревнования для запасных. И они даже иногда более эмоционально проходят, потому что за них болеет вся команда. По итогам соревнований победил детский сад номер 30 «Гвоздичка». Эта команда ребятишек уже не первый год выходит в финал «Малышады» и представляет Саров на областном этапе. Мы сначала тренировались, говорили нам, что сильнее бежать надо. И мы вот так быстро делали, как говорили нам. Мы участвовали в «Малышаде», потому что у нас был корпус. Детскому саду номер 30 предстоит защищать честь города на областных соревнованиях «Малышады» весной следующего года в Первомайске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова